Семен Израилевич Гайсинский родом из Симферополя. Родился в 22-м году и, обучаясь в 10-м классе, в одночасье решил посвятить себя морю сразу после того, как в класс пришел морской офицер и объяснил выпускникам школы, что необходимо возрождать флот. Стал курсантом высшего военно-морского училища. В 19 лет начал службу в составе экипажа лидера эскадренных миноносцев «Ташкент». Из Новороссийска в Севастополь доставляли подкрепление боеприпасы топлива. Таких морских переходов под огнем противника было выполнено с участием Гайсинского более ста. Они зверствовали, потому что на расстоянии, в котором мы вышли, нас никто не прикрывал. Нас нашли одни и только лишь защищались и отражались своей артиллерии зенитной. За 4 часа на корабль было сброшено 360 бомб, но потопить тогда судно не удалось. Первое серьезное ранение Гайсинский получил во время гибели легендарного корабля в Новороссийске. А еще он сегодня рассказывал и нашей съемочной группе Александру Сьянову, руководителя клуба ветеранов госпезопасности Сочи, о том, как был назначен старшим группу противолодочных катеров по несению дозора во время проведения Ялтинской встречи глав антигитлеровской коалиции Сталина Рузельта Черчилля. Так что для Семена Гайсинского возвращение Крыма, по его словам, в российскую державу событий исторической важности. Народ Крыма отлично знает, что каждый вершок земли Крыма полит и пропитан русской кровью. Кровью народов России. При участии контр-адмирала проводилась в прошлом году памятная акция «Победа» совместно с Федерацией парусного спорта. Были в Новороссийске, на Малой земле и в Севастополе на 35-й батарее. Мы не только возложили венки ко всем могилам наших погибших, отцов и дедов, но еще посадили дерево на 35-й батарее. Это недалеко от мыса Херсонец, где погибли тысячи наших моряков. Эта акция состоится и в этом году. Старт 3 мая. Акция в память о ветеранах пошла в единый календарь всероссийских мероприятий Федерации парусного спорта.